Однако здравствуйте! Дональд Трамп впервые обогнал по рейтингам свою соперницу-демократку в президентской гонке Хиллари Клинтон. И как вы догадываетесь, это исключительно заслуга России и Путина. Он потворствует Путину, высоко ценит Саддама Хусейна и говорит союзникам по НАТО, которые были с нами после терактов 11 сентября, что они должны платить, если хотят нашей защиты. Он решил, что он только один любит Великую Германию, а мы все только и думаем, как бы ее продать пархатым большевистским казакам. С пархатыми казаками это само собой разумеется, что с нас взять. Что касается Саддама Хусейна, это интересная мысль от президента, который публично признал, что вторжение в Ирак было ошибкой. ИГИЛ является прямым наследником Аль-Каиды в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну. На самом деле везде, где сегодня погибают американские солдаты, они погибают от прямых последствий американской внешней политики. Америка действительно непобедима, потому что не может же она победить саму себя. Последний приступ трампофобии – это попытка демократов обвинить республиканского кандидата в том, что он буквально принуждал Россию к шпионажу против Соединенных Штатов. Россия, если ты слышишь, надеюсь, ты смогла бы найти 30 тысяч пропавших электронных писем. Это про 30 тысяч записей из своей служебной переписки, которые госпожа Клинтон стерла, скрыв их, заметьте, не от ФСБ, а от ФБР. А это пока еще разные организации. Хотя, вот казалось бы, какое дело американским избирателям до России? Однако волна русофобской паранойи грозит захлестнуть даже американскую президентскую кампанию. Русский след, как фолл последней надежды в борьбе против Трампа. Похоже, что растущая популярность Трампа, который нам, конечно, ни друг и ни брат, в том, что и в Америке есть люди, которые не хотят быть параноиками и которые слышат от Трампа простые здравые вещи. Америка уже великая, Америка уже сильная. И я обещаю вам, что наша сила и величие не зависят от Дональда Трампа. Ну, не такая уж она и великая, если вашими выборами, как вы говорите, рулит Путин. Однако, до свидания.